Музыка Мы начинаем финал первого международного турнира на Кубок Министра Обороны Российской Федерации по Пуллу. В нем принимают участие Тони Драга Мальта, Руслан Ченахов Россия Москва, судит встречу судья международной когеории Елена Игманд. Встреча продолжается до 10 побед. Удачи! Россия, вперед! Уважаемые зрители, наступает без преувеличения кульминационный момент сегодняшнего дня в Пулловской пока части турнира на призы Министра Обороны. Канал 7 ТВ начинает прямую трансляцию финального матча. Как вы слышали, в финал вышли Тони Драга, которого мы уже могли наблюдать сегодня утром в самом первом матче, в первой трансляции сегодняшнего дня. Мальтеет Тони Драга и его соперник, к удивлению, я полагаю, многих зрителей и специалистов, это молодой российский спортсмен Руслан Ченахов. О нем мы еще непременно расскажем вам. Для вас работают комментаторы Михаил Каблуков и Лев Ярославцев. Здравствуйте. Вы слышали, как восторженно был принят Руслан Ченахов в публике, собравшийся. Безусловно, я думаю, что симпатии зрителей сегодня на его стороне. Ну, вообще, я могу сказать действительно, что это достаточно уникально то, что в финал вышел не только российский игрок, но такой молодой, ему всего лишь 14 лет. Приятно, что это москвич, он играет за Москву, недавно он переехал из Петрозаводска, об этом не надо забывать, конечно. Вот сейчас мы видим, что Руслан Ченахов выиграл право первого удара, право сделать первый разбой, и пока все для него складывается удачно, он у стола и собирает партию. Да, мы напоминаем, что в принципе формат не меняется, так же он идет, как и начинался с самого начала, то есть играют спортсмены до 10 побед. Разбой поочередно. Тот же самый разбой, да, то есть эту практику мы взяли из проходящих евротуров, в принципе она может быть немножечко и спорная, но она принята, и в общем-то, мне кажется, она нисколько не противоречит спортивному духу турнира. Тем более приятно, что в финале встречаются не иностранцы, а в общем-то есть представители России. Ну, равно как я думаю, что и если бы финал обошелся без участия наших гостей, то тоже, наверное, некоторая изюминка турнира была бы в этом плане потеряна. Безусловно. Ну, могу заметить, что на самом деле, конечно, непросто было это организовать, непросто было пригласить иностранцев сюда, потому что все-таки тот фактор, что есть определенный момент недоверия к России, есть определенный момент недоверия к тому, как проводятся здесь соревнования, как они все-таки организовываются, опять же, некий момент недоверия того, что будут выплачены призовые фонды. Он присутствует, к сожалению, и на данном момент очень сложно было убедить, на каком-то этапе, вернее, подготовки к соревнованиям, очень сложно было убедить иностранцев в том, что все будет нормально. Пришлось даже произвести некоторые финансовые движения для того, чтобы они действительно поверили в то, что все будет нормально. Ну, вы знаете, Рев, я полагаю, что по опыту данного турнира, я думаю, они уже сами для себя поймут и расскажут наверняка своим товарищам о том, что, в общем-то, это не так страшно приехать в Россию на турнир по пулу по бильярде Латани. Конечно. Вот мы слышим аплодисменты зрителей и 1-0. Да, вызвано ли они тем, что Руслан Ченахов выиграл первую партию? Повел Руслан Ченахов. Россия-Мальта. В общем-то, собрал партию Ския. Именно это, я думаю, зрители ожидают от обоих спортсменов. Посмотрим, сумеет ли Тони Драга ответить тем же. Да, мы видели Русский стол, он в ожидании следующего финала, который начнется в 20.00, напоминаю нашим телезрителям. Также по каналу СМТВ сегодня длинный бильярдный марафон, который, я думаю, оправдал себя полностью, даже сейчас. И вниманием, и рейтингами, которые, как мне уже сообщали, весьма высоки. Ну, и давайте посмотрим разбой Тони Драга. Мы видим, не очень хорошо, может быть... Да, конечно, да. Положение первого шара, с которого необходимо начинать, оно, конечно, не очень хорошее и скорее вынуждает его к отыгрышу, нежели чем к активным действиям. Да, ну, при том, возможно, вот только что здесь есть, оно достаточно понятно. Да, пытался поставить, наверное, за седьмой. За седьмой шар. Ну, что ж, интрига, интрига, интрига. Мы уже говорили об этом в самом начале, мы будем говорить об этом, я думаю, всегда, потому что, конечно, интрига, она интересная, интрига, она приятная, интрига, она тот самый именно момент непредсказуемости. Смотрите, он не угадал или угадал? Чуть-чуть, может быть, перекатил, я бы сказал, Руслан Ченахов. Ну, Лев, как по-вашему, пожалуй, я думаю, не ошибусь в предположении, что для Руслана Ченахова это, пожалуй, самый ответственный до сих пор поединок в его карьере. Ну, безусловно, я разговаривал с ним. На взрослом уровне. В перерыве, конечно. Ведь кто мог предполагать, что мальчик, который там еще буквально-таки там три года назад действительно переехал в Москву, хотя при этом он, в общем-то, и показал какие-то результаты. Но он, а, в этом году стал, мы уже говорили об этом несколько раз, абсолютным чемпионом Европы среди юниоров, причем в возрасте до 16 лет. И Б, как мы видим, он вышел в финал абсолютно серьезного, абсолютно достойного турнира по уровню и представительства по уровню игроков. 15 стран, очень хорошие, сильные соперники. При этом буквально едва ли не год назад сюрпризом было то, что он сумел победить в финале Максима Сталева, играя на турнире с Форой. Ну, да, да. И даже это было сюрпризом. А теперь, посмотрите, он на равных условиях, он все равно уже оказывает большое сопротивление. Он очень хорошо прогрессирует, очень хорошо, и это приятно. И, на самом деле, об этом уже говорено, и в журналах писано, и я хотел бы, кстати, отметить журнал «Бильярд», который очень много помог в организации данных соревнований. Он сейчас регулярно выходит, и я думаю, он станет достойным своего продолжения, вообще названия своего. И вот, говоря о Руслане Чинахове, действительно, вот очень многие игроки, которые как бы уже отвалились, как бы немножечко вчерашний эшелон, о которых мы знаем, мы не будем произносить их фамилии, они как-то даже немного ему завидуют. Они его уже боятся, потому что он действительно очень достойно играет и очень достойно оказывает сопротивление. Нет, очень приятно, опять же, что Руслан уже, по-моему, определил, в некотором роде, свой жизненный путь, собирается, по-моему, связать его с «Бильярдом», и он прекрасно представляет себе цель впереди и собирается к ней идти, вот что очень радует. Ну, это хорошо, чувач, определюсь этим лучше. Это очень правильный подход. Он не пытается распыляться там на что-то, я думаю, главное сейчас, чтобы на этом этапе становления его как личности, как личности, не было отвлекающих моментов, которые, в общем-то, могли бы повредить его карьере бильярдиста. Безусловно, хотя при этом могу сказать, что часто вот такая есть фраза о том, что, ну вот, детство потеряно, заставили там заниматься спортом. Тут бильярд, конечно, несколько иной спорт. Это, может быть, не просто спорт каких-то достижений или спорт какого-то такого, вот, высокого уровня. Он действительно, вот сейчас он будет играть пушаут, мы видели это. Здесь, действительно, через бильярд, через пул Руслан Ченахов уже будет скоро догонять, ну, может быть, еще не так скоро, но постепенно уже нанизывает на свое каприз в странах, в которых он побывал. Ведь, действительно, если мы знаем о том, что русский бильярд, он в основном присутствует только в странах бывшего СССР, в основном, ну, за исключением Финляндии и где-то еще, то пул это игра мировая. Да, без привлечения весь земной шар, я думаю. Да, и мы знаем, что Руслан Ченахов, который выиграл в этом году два чемпионата Европы, он автоматически получил путевку на чемпионат мира, который будет проходить на следующий год. Причем, скорее всего, это будет Йоханнесбург, ЮАР, Африка. Та далекая Африка, которая, ну, вообще где-то далеко. Эти нет, еще не освоенный в мировом пространстве, фула, я думаю. Ну, это для нас, скорее, не освоенный. Я думаю, там все-таки тоже что-то происходит. Вот, отыгрался Тони Драга, давайте посмотрим, как становится Шрэль. Не очень удачно, по-моему. Опять же, с точки зрения того, что и шар целиком виден, то есть битком можно попасть с любой стороны. Да, можно играть. Я думаю, безусловно, этим Руслан Ченахов воспользуется. Интересно, Тони Драга у него нет, вот его скорости. Вот то же самое, как раз, именно я сейчас хотел завести разговоры об этом. Мне кажется, что мне просто даже было бы любопытно посмотреть, какой вариант поведения изберет Тони Драга для финального матча. Будет ли он пытаться как-то сыграть, как обычно, в своем стиле, или же, наоборот, пытается себя стремозить. Он играл, да, в первой повезке, и немножечко, конечно, ошибся, и все. Может быть, несколько переоценено было. Возможно, и результат выхода на двойку неудачный, то же следствие того, что он не попал, как хотел. Ну, здесь-то, в общем, Тони Драга вряд ли ошибется по выходу. Мне потихоньку представляется, что он все-таки будет стараться себя искусственно немножко сдержать свой темперамент, опять же, понимая ответственность поединка. Не думаю. Это, может быть, какая-то секунда. Вот Тони показывает фотографам, что у него есть претензии. Это мы уже предупреждали их, к сожалению, они... Ну, к сожалению, не все еще знают, что снимать со вспышками. Дело не только вспышки, скажу честно. Здесь еще есть один момент. Все электронные аппаратуры, современные фотографические, она настраивается вот этим красным лучиком. Это не вспышка, но лучик, это тоже автоматически вымеряет расстояние. Ну, да, это же все-таки, да, это лазерный автозамер, это действительно... Да, то есть здесь нет прямой вспышки, но есть вот этот вот красный... А, опять же, в таком спорте, где очень важен психологический настрой и полная концентрация, любая отвлекающая деталь, любая, да, она способна... Я говорю, не вышло, он действительно не попал. Не попал. Не попал. Ну, с другой стороны, конечно, и не подарил. Отыгрываться будет или что будет делать? Да, девятка, девятка стоит так, что можно хорошо отыграться. Очень хорошо. Очень хорошо. Великолепно, да, 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 да. Шаров. На данный момент. Блестяще, блестяще развел. И при этом Руслан. Оп, вот Тони, недолго думая, подбежал, попал он в шар, конечно, но... И биток лужи в середине. Да, вот смотрите-ка, смотрите-ка. Руслан Чинахов, 14 лет. И три шара на столе, те самые три шара, о которых так долго и часто рассказывал нашим игрокам, в частности, Йорген Сандбан. Да, 7-8-9. Приезжавший, да, со своими курсами, что если вы умеете собирать три шара и в такой ситуации подходите к столу, вы знаете, что вы не можете проиграть. Давайте посмотрим, давайте посмотрим, как вы выцеливает девятку. Ну, опять же, биток, 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 биток. Стой, стой, стой. Очень хорошо, очень хорошо. Ну что ж, 2-0. 2-0. Разбой Тони Драга. Нет, Тони Драга успел все-таки записать одну партию на свой счет, когда он разбивал. Прошу прощения, да, я еще не успел подойти к раману. Была серия отыгрышей. Да, прошу прощения. 2-1. И так, и так, разбой Тони Драга. Есть у него очень шар. Да, Тони очень своеобразный игрок. Он действительно очень высоко оценил то, как здесь все подготовлено. Я имею в виду финальную часть. Все полностью соответствует всем мировым стандартам. Это приятно осознавать. Как быстро он играет. Да, опять же, это тем более приятно, что не так давно бильярд вообще и пул, в частности, проник на экраны отечественного телевидения. Да. Очень приятно, что канал 7 ТВ вносит очень большой вклад в развитие бильярдного спорта. Серьезная трансляциями. Да, серьезная репта. Потому что все-таки, ну, действительно, ведь пока шли переговоры о организации данного кубка, мы разговаривали с представителями разных каналов. И могу сказать одно, что, в общем-то, ни один из них не решился на прямую трансляцию. Мы очень хотели, чтобы была прямая трансляция. Потому что все-таки надо какое-то новое слово говорить. Надо как-то новую вот эту... И уровень, я думаю, новый уровень трансляции, он соответствует масштабу турнира, который, в общем-то, впервые в отечественной практике с таким призовым фондом, опять же, совместно проводятся параллельно турниры по двум дисциплинам. Да, двум номинациям, и это все очень хорошо, конечно. Это очень достойно, очень высоко, и я думаю, здесь и, безусловно, нельзя не забывать о роли Московской конфедерации бильярдного спорта, которая организовала и профинансировала это заявление по полной программе. Спасибо спонсорам, которые поддерживают этот турнир. И мы видим, что Тони Брага... Да, у нас ничья. Да, ничья. Сравнял счет. 2-2. Но разбой предстоит выполнить Руслану Ченахову. Да, вот здесь, кстати, это очень интересно может быть момент, когда, если он, игрок, я имею в виду, сделал инициативу полностью в свои руки, если он с разбоя будет все собирать, то мы понимаем, что в девятой, допустим, партии он и будет разбой. Получится ли у него это? До сих пор, до сих пор Руслан Ченахов побеждал своих соперников с таким, я бы сказал, счетом оглушительным. То есть 10-3 и 10-4. С таким счетом он прошел серба Андрея Класовича и... И потом... После него Шандера Тота. Шандера Тота, да. И вот мы сейчас видим, что... Нет, есть. Есть игра по первому Шару. При этом, правда, третий стоит не очень удобно. Двойка в лузе. Ну что ж. Опять же, и Мариуш Роттер, о котором мы уже говорили, в всего лишь трансляциях он не стал препятствием на пути Ченахова. Да, там практически 10-2, в общем, какой-то такой очень большой счет. Интересно, не стал играть Руслан. Ой, обидно, 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 обидно. Смотрите, накатывается на середину седьмой шар. И не даст он. Хотел Руслан сыграть дуплет. Да, конечно. Сейчас нам покажут с верхней камеры, очень хорошо это видно. Хотел он сыграть дуплет. Да, осознанно, осознанно выводил шар именно на такой удар. Что же он предпримет в этой ситуации? Не пытался ли он играть четверку таким тонким тушем в середину? Да, ну вот не угадал, мне кажется, он все-таки... Да, не угадал, не угадал. Напрямую оставил открытую позицию для... Ой-ой-ой, как катится биток. А, он еще в пятый ударился и замазался. Замазался, давайте посмотрим. Посмотрите, что было, да. Не будь этого касания, мне кажется, там все было бы в порядке. Там хотел фол. Однако фол. Да? Он не задел четвертый шар и теперь ошибка. Это шанс выйти вперед. И реализовать свой разбой. Да, это очень важно. Что немаловажно, потому что... Как раз чем и занимался, я думаю, Руслан в течение всего сегодняшнего турнира. То есть он собирал свой разбой, не отдавал и успевал подбирать несколько из разбоев оппонентов. Вот так. Руслан Ченахов играет в стола. Напомню, этому мальчику всего 14 лет. Ну, хотя многие думают, что ему значительно больше, но это действительно остается фактом. И буквально таки два года назад он переехал, вся семья, вернее, переехала из Петрозаводска в Москву. Там он тренировался у Тимура Нурматова, который, кстати, принимал участие в этом турнире. И могу рассказать, что он достаточно серьезно оказывал сопротивление. И с Артемом Кашевым, который проиграл в предыдущем ТВ-матче Шандаро Тоту, в общем-то у них счет дошел до уровня 9-9. Вы знаете, очень интересно. При этом Тимур Нурматов, ну, он имеет очень хорошее знание и понятие. Так, 9 вузи. 3-2. Очень хорошо. Он очень энергичный, очень приветствует его зрителей. А эта майка, которую, вы знаете, вот у этой майки, он почему одевает, потому что она для него, так называемого, фартува. Счастливая, да, потому что она принесла ему, я думаю, удачу как раз в этом году на юниорском первенстве Европы. Да, она принесла ему золото, а именно в ней, вы представляете, года, два года назад, когда он, три года назад, когда он первый раз поехал на чемпионат Европы среди миров, он был, ну, практически в два раза ниже. Это та самая майка? Да, та самая майка. Она была ему, он засовывал ее там, не знаю, практически до колен. До колен. Рукава, которые теперь короткие были ниже, ниже локтя. Ну, с тех пор мы видим, что, в общем-то, акселерация сделала свое дело, и, честно говоря, на вид за Руслану никак не дашь, 14 лет. Да, и сделали свое дело его тренировки, игра. И здесь, кстати, опять же, нельзя не сказать доброе слово о Радимире Нурееве, который готовил его по системам и Сандмана, и Экерта, то есть системе, которая сейчас полностью принята в Европе, перед чемпионатами Европы. Всемирная Федерация Пула и Европейская Федерация уже взяла на вооружение так называемый тест способности игрока. Плейнабилити тест. Ну, мы видим, что, я думаю, ни для кого уже, ни у кого не будет сомнений после этого турнира, что Руслан Ченахов представляет собой очень грозную силу. И, в общем-то, тем удивительнее, на самом деле, было для меня, была некоторая его осечка на недавнем первенстве Москвы. Ну, здесь он же... Тем больше, наверное, заслуга на счету тех, кто сумел его одолеть. Ну, здесь же мы не можем воспринимать отдельно взятый турнир вне контекста того, как... Вы думаете, что подготовка происходила уже с прицелом на данный кубок? Ну, нет, конечно, нет, но он перед этим был во Владивостоке. И буквально, как я приехал, прилетел, маленький период адаптации, который после поездки в Владивосток, где он проиграл в полуфинале Константину Степанову. Ну, видимо, из-за этого, скажем, это могло оказать некоторое влияние адаптация. Да, может быть, конечно, у нас страна у нас большая, прилет в Владивосток это 12 часов, и, в общем-то, свои, наверняка, какое-то свое влияние оказывает. Да, здесь, конечно, мы когда говорим о Европе, европейские страны, они невеликие, они небольшие. Мы говорим о России и понимаем, что это безграничная, прекрасная страна. Итак, разбой Руслана Чинахова. Москва. Неплохой разбой, правда, биток, биток, конечно, от положения битка итогового. Как правило, игроки стараются все-таки, чтобы он оказывался где-то в районе центра стола. Ну, вдоль борца будет играть Руслан. Очень опасно катится биток. Ну, очень хороший выход. Да, безусловно, по силе он хорошо проконтролировал. Но, в принципе... Руслан, смотрите, сейчас может перекатить, перекатить может... Нет, хорошо. Хорошо, хотя вот каждый удар сейчас... Вот это то, что называется накопление ошибки, сказал бы я. Когда вот эта вот опасность, и вот мы сейчас видели, он мог... Да, 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 это известно явление, именно примитивно к пулу, что рано или поздно все-таки, если происходит небольшая ошибка, если вовремя ее не исправить, то происходит так называемое, как вы, Лев, сказали только что, накопление ошибки, и в итоге игрок вынужден просто совершить промах. Да, здесь, ну, я смотрю сейчас уже, надеюсь, Руслан как бы, хотя вот есть, есть некоторая нерешительность, вижу я в его игре, наблюдаю его давно уже, ну, буквально с того момента, когда он был первым на чемпионате России среди юниоров 4 или 5 лет назад, после чего, собственно, его взяли в Венгрию. И приметили, да. Да, тогда он попал под наблюдение наблюдателей, и его заметили, и вот, смотрите, смотрите, очень приятно, очень приятно, он реализовал свой разбой. Да, да, очень интересно, ведь все-таки многие ожидали увидеть Бустаманто, многие ожидали увидеть Ленинга, где-то что-то не получилось. Нет, и, в общем-то, по классу своему, они, наверное, все-таки в целом, они выше, чем тот же самый, скажем, Тони Драга. Но они не прошли. Здесь же это все-таки турнир, это спортивное соревнование. Да, но опять же напомню, что Драга-Драга одолел того же Ленинга, походу. Да, и о чем говорить здесь можно. Конечно, это все очень четко было видно на этом турнире. И, кстати, скажу еще один такой момент, что вот итоги данного турнира очень приятные. Для организаторов именно тем, что, в общем-то, в общем-то, Россия показывает серьезный уровень. Россия показала то, что игроки, спортсмены российские могут играть, они могут проходить финальную часть. И даже вот сейчас мы видим оказывать серьезное сопротивление. Да, два представителя России в полуфиналах, в общем-то, и потенциальный российский финал. В общем-то, да, ну, чуть-чуть, может быть, не хватило Константина эмоций. Ну, и здесь опять же, может быть, некоторая дружба с Тони Драга. А опять все-таки есть еще один момент, который в игре мы уже сегодня с Константином... Очень смелый, очень смелый был продемонстрирован нам удар, да, это тяжко через весь струс таким... Для того, чтобы удобнее заходить. Да, конечно, с хорошим, с хорошим очень выходом. В общем-то, да, аплодисменты публике награды Тони Драга. Мы видим, что закончилось хорошо, аккуратно, и сам как-то так даже. Вот, да, сейчас мы, опять же, не раз уже отмечали, что Тони Драга очень открытый и эмоциональный человек. И вот такое маленькое проявление этого сейчас мы наблюдали. 4-4, однако. Однако 4-4. Да, все-таки не изменяет своему стилю Драга быстро, быстро, очень быстро. Вот не успели мы объявить счет 4-3, как он уже 4-4. Да. Разбойчий нахалок. Есть упавшие шары, давайте посмотрим соотношение. Очень-очень хорошо встали шары, по-моему. Да, и битка очень. А вот там следующий троечка. Тройка, четверка. Ну, вы знаете, шестерка на центральном уровне стоит. Проходит тройка, да все очень хорошо. Надо играть. Надо играть. Напомню, что Руслан сейчас, скажем, заводила. Его высокий рост заводил, я имею в виду, по линии его разбоев, очередности разбоев. И он может, если он будет реализовывать, и мы об этом уже говорили, разбой, он, последний разбой будет за ним. И его высокий рост, мы видели, сейчас помогает ему дотягиваться практически до любой неудобной позиции, стоящей на столе. Если Тони Драгон практически, мы видели не раз, да, уже за сегодня ложится на стол, то Руслан Ченахов, нагнувшись слегка, достает. Да, что ж, в этом плане, пуловский стол как нельзя лучше подходит к Руслану. Да, для него это то, что нужно. Кстати, не могу не сказать о том, что он играл в русский бильярд, он стал чемпионом России среди народов по русскому бильярду, по пирамиде. И, правда, сейчас, мы уже говорили об этом в предыдущем репортаже с Александром Ухленко, сейчас 9 есть. Сейчас ему, по большому счету, запрещено играть в пирамиду. Но это не потому, что есть какое-то отношение, а это именно для того, чтобы он смог сконцентрироваться на пуле, в связи с такими серьезными соревнованиями, в которых он участвовал за последнее время. Да, и, насколько я знаю, как раз после того, как он вернулся с юниорского чемпионата Европы по пулу, где он, напомним, еще раз завоевал три золотые награды, скажем так, доброжелатели, они, в общем, поставили перед ним выбор, в какой игре ему следует сейчас больше уделять внимания. Да. Ну, и это правильно, ведь все-таки должен быть профессионализм. Нет, конечно, они помогли, это направляющий руководитель. Посмотрите за битком, посмотрите за битком, куда катится биток. А в лузу он катится, в угол падает. Какая незадача. Ну, вот здесь, знаете, мы видим Тони Драга, который, ну, видимо, общался со Всевышним. Но, опять же, с руки-с руки ситуация попроще, конечно, выглядит. Вот, единственное, троечка, но зона выхода довольно видит. Да, равность, что Бруссван не побежал. Может быть, не очень удачно он сейчас вышел на второй шар. Есть такое свойство у него, да? Может, у всех. А, ну, есть у всех. Я, извиняюсь, надеюсь на то, что, конечно... Ой, честно говоря, я думаю, что игроки, которым свойственна медлительность некоторая, скажем, Ральф Суке, мне кажется, никогда не побежит. Ну, он не побежит. Смотрите, как хорошо обошел, обвел четвертый шар Руслан Ченахов и сейчас сыграет. Сейчас, пожалуй, он справился вот именно как раз с самой проблемной парой 3-4. Очень хорошо. Смотрите, как он с пятеркой. Да, отлично. За счет использования бокового вращения очень хорошо справляется с выходом на 5. Ну, собственно, что можно сказать? Можно сказать, что ему теперь нужно очень спокойно играть, потому что счет стремится к 6-4. Ну, давайте смотреть. Давайте посмотрим, как он справится с восьмым шаром. Очень хорошо, аккуратно, при этом... Конечно, конечно, мадраж. Конечно, я абсолютно понимаю, что у него сейчас в голове происходит нечто бурное, жуткое. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы видим девятка в лузе. Молодец, молодец. И публика снова с каждой победой, с каждым очком, например, Ченахов, она как-то воодушевляется тоже и поддерживает его еще более интенсивно. Ну, это приятно. Это все-таки действительно очень хорошо, что наш спортсмен выигрывает. И это замечательно. 6-4. Ченахов Руслан. А что касается мандража, что касается волнения, Лев, я думаю, что, в общем-то, на таком уровне никто не в силах его избежать. И, в общем-то, спортсмены многие отмечают, что без волнения как-то не играется. Совершенно играется по-другому. Необходимо обязательно... Я скажу о другом. Здесь Руслану помогает его возраст. Возраст молодой, возраст юный. И он еще не схватил того количества, скажем, комплексов, которые есть у других спортсменов. Давайте посмотрим. Вот сейчас... Что там у нас? Что там у нас? Мне кажется, виден первый шар. Смотрите, если он сейчас забивает первый шар, то, в общем-то, я уже не буду... Ну, если он ни в коем случае не заденет шестой битком... Я думаю, там никаких не должно быть к этому причин. Ну, не торопись, Руслан, не торопись. Я думаю, сейчас не только зрители, сидящие в зале, но и телезрители очень переживают за Руслана, потому что, напомню, это прямой эфир. Это впервые в течение всего дня с 10 утра мы наблюдаем очень серьезные соревнования, которые проходят в Москве, в Центре культуры Министерства обороны. Первый международный турник Кубок на приз Министра обороны Российской Федерации, который проводится под двум дисциплинам. Это пирамида и это пул. Ну, и вот Руслан Ченахов. Очень хорошо выходит на очередную девятку, которая может принести ему еще одно очко. Отлично. Прекрасно, прекрасно. Вы смотрите, он реализовал все свои разбои. Я думаю, больше всех, думаю, за Руслана волнуется его папа, который привел его однажды в бильярдный спорт. Ну, скажу вам честно, за 3-4 дня до этого турнира было принято решение Руслана не пускать на этот турнир, потому что есть кое-какие проблемы у него со школой. Но я думаю, он наверстает. Наверстает это все, потому что, конечно... Вы же смотрите, вы смотрите, упал, упал биток опять. Опять утонет Драга. Что это? Не нахожу объяснений. Ведь вы понимаете, какой счет у нас сейчас? У нас сейчас счет 7-4. Ченахов играет с руки. Главное, чтобы не было ошибки с выходом. По-моему, вот она тут же и последовала. Вот она, вот она, вот она. Это он все-таки сыграл неаккуратно. Это он поспешил, это он поторопился, что недопустимо было в такой ситуации. Посмотрим, сумеет ли, может быть, забить через борт. Фантастические удары. Да ну просто фантастика, просто прекрасно. Великолепно, великолепно. Итак, Руслан Ченахов. Зрители, мы видим, конечно, очень довольны увиденным, что Руслан справился с ошибкой, которую сам же допустил. В общем-то, это, надо сказать, признак большого мастера уже. Не раз мы видели примеры того, как на чемпионатах мира тоже самое... В финальном матче филиппинец Алик Спагулаин сперва сделал неудачный выход, а потом примерно таким же ударом очень хорошо справился и собрал победную партию. Да, да, ну, молодец, Руслан. Главное сейчас справиться с нервами. Главное сейчас спокойно и аккуратно. Великолепный удар вдоль борта, семерка на непростой резке падает. И сейчас, опять же, учитывая масштаб матча, сейчас каждая непростая резка, она вдвойне сложная. Мне кажется, перекатывает. Да, по поведению видно, что... Сверху показывайте, пожалуйста, но больше... Ну, в середину мне. ...как складывается ситуация. Сейчас, конечно, так называемая ситуация, когда и туда сыграть, и туда сыграть, биток может упасть. Прекрасно. Отлично. Молодец, Руслан. 8-4, вы знаете, ну, это уже попахивает сенсацией. Хотя, конечно, сложно говорить о том, что это может быть. Ну, мы сегодня уже имели возможность убедиться, что даже преимущество в 6 партий не обеспечивает победы. И даже, даже если остается, даже если остается буквально всего один шаг одному из спортсменов, а другому еще впереди играть и играть, тем не менее, до последнего шара нельзя терять надежды и уверенности, что у тебя есть шанс. Только надежда, только надежда, нужно играть. Нужно играть. Итак, разбой Руслана Чинахова. Давайте посмотрим, как стали шары. Есть упавшие. Первый, первый. Первый, ну, не знаю, что выберет он, дуплет, в середину вряд ли будет играть. При этом, конечно, мне кажется, он поймал какое-то ощущение. Дуплет хороший вариант, честно говоря. Главное его забить. Давайте посмотрим. Ах, нет, чуть-чуть шире сыграл. Да, может быть, отыгрыш? Да, вряд ли. Встает, по-моему, встает на игру. Единственное, что может помешать сейчас выходу на двойку, это девятка. Ну, Тони Драга тоже понимает, что, в общем-то. И заметьте, вот он остановил свой бег, который мы всегда наблюдаем. У меня двойка играется. Двойка в середину. Двойка в середину. И, пожалуй, все. Ну, да, в этой партии. Ну, напомню, у него сейчас есть преимущество, у Руслана, я имею в виду, в его разбой, который, если сейчас следующим ударом будет разбой. Да, конечно. Сейчас все, что от него требуется, да, это пытаться... Не ошибиться. Не ошибиться. Делать то, что, в общем-то, делать он умеет, да, это делать удачный разбой, после чего собирать партию. Конечно. В данных условиях этого будет достаточно для общей победы. Так что, пожелаем ему в этом деле успеха. Давайте посмотрим, как будет развиваться событие. Ну, в данной ситуации все понятно, я думаю. Очень аккуратно вышел Тони Драга. Да, все, что осталось, даже вот в такой ситуации уже нельзя ошибиться с выходом с восьмерки на девятку. Конечно, конечно, от двух бортов. Абсолютно спокойно, я уверена. Тони Драга. 5-8, 5-8 ведет, напомню, Руслан Ченахов. И это уже сенсация, это уже очень интересно. Сейчас разбой Тони Драга. Конечно, любопытно, что зрители хотели бы увидеть больше контровую партию или победу Руслана Ченахова. Или победу Руслана в контровой партии. Я думаю, безусловно, они бы хотели увидеть победу россиянина. Все-таки это было бы достойным. И еще раз подтвердило то, что в таком турнире очень достойно выступают российские спортсмены. Ну, вот мы видим, что можно играть первый шар, хотя не очень удобно и резко. Да, и тем более, Лев, достаточно посмотреть просто на афишу, на имена тех, кто к нам приехал. И Фабио Петровне нельзя не упомянуть. Посмотрите за битком. Делегация спортсменов из зарубежья была весьма представительна. И тема отрадни тот факт, что спортсмены из России не сушевались в такой компании. Да, безусловно, это радует. Безусловно. Но мы видим, что сейчас очень аккуратно, в своей, абсолютно своей манере выходит. То есть, непростая ситуация Тони Драгон. Нужно очень хорошо выйти на 7, потому что... Что происходит? Вы посмотрите, вы посмотрите. Еще один биток. Буквально-таки, ну, понятно, понятно. Это, вернее, это непонятно. Вот как раз только-только я заговорил о том, что нужно... На правильном выходе. Да, проконтролировать максимально точно. И вот какая-то досаднейшая оплошность, честно говоря. Вот такой я впервые вижу такое в исполнении Тони Драга. Совсем не свойственна ему манере. Вы знаете, честно говоря, даже вот таких вот нервных вариантов, конечно, и он сам, наверное, не предполагал. Чуть перекатывает Руслана девятку. 9-4... 9-5, прошу прощения. 9-5. Разбой Руслана Ченахова. Всего-всего одна партия отделяет его от победы в этом матче. Да, скажу я вам, господа, это уникально. Ну, дай бог, дай бог, посмотрим. Давайте смотреть, давайте не торопить события. Боже мой, похоже, по крайней мере, сегодня ночью Тони Драга и упавшие битки будут являться в кошмарных снах. Ну, как минимум уже будут являться, потому что они буквально-таки на грани держат его от поражения. И это можно уже сейчас говорить, это слово, ведь все-таки сейчас... Давайте посмотрим за разбоем Руслана Ченахова. Затем, как встанет биток по отношению к первому шару. Ну, вы знаете, я пока не вижу. Честно говоря, вполне-вполне играемая позиция. Сейчас вот мы увидим, да, план с верхней камеры. Не представляю, что сейчас творится в голове у Руслана Ченахова. Если вот шар номер восемь может помешать, ну вот, счастливо минует Руслан эту восьмерку. При выходе на двойку очень хорошо сейчас наряду. Напомню правила. Первый, второй, третий, четвертый и так далее. Или для тех, кто не видит номеров, желтый, синий, красный, розовый. Сейчас самое главное, это, конечно, правильно ему выйти на четвертый шар. Вот если он сможет выйти правильно на четвертый шар. На четвертый шар придется играть, конечно. Так, четвертый в Лузе. Четыре шара отделяют его от возможной победы, причем не проблемных. Но мы знаем, что на четырех шарах ошибся в контровой встрече французского Устаманта сегодня. Боже бог знает, что сейчас переживает Руслан внутри. Это, конечно, ну давайте посмотрим, давайте посмотрим. На самом деле они опять нарушают нам всю телевизионную игру, потому что два часа закладывалось на этот матч. Мы играем всего 37 минут. Руслан, только не торопись. Итак, Руслан, ну, итак, есть ли выход на девятку? Есть ли выход на девятку? Упражнение номер 24. Давай, давай, биток, работай, работай, работай. Итак, ну, Руслан, сделай небывалое. Вдохнули. Невероятно! Это феноменальный успех российского спортсмена. За 37 минут Руслан Ченаков выиграл. Он стал победителем первого международного турнира на приз кубке министра обороны Российской Федерации. И выиграл за счетом 10-5 у Тони Драга, у известного мальтийского спортсмена. Безумно известного турнира. Удивительно. Я думаю, не ошибусь в положении, что этот год в спортивной жизни Руслан Ченахова, он самый богатый, самый успешный. Ну, здесь нечего говорить. Здесь уже просто, действительно, эмоции пересклёстывают, эмоции просто перебирают. И, безусловно, и рады зрители, и рады российские, я думаю, и телезрители, которые видели все на своих глазах. За 37 минут известного маститого Тони Драга. Ну, я не скажу, конечно, убрали, в общем-то, вот посмотрите, как раз Тимур Нурматов, это тот тренер, который его тренировал в самом начале. Да, ну, как здесь не славить звезду, как здесь не стать героем и своей школы, и своего класса, и, в общем-то, героем дня, и, безусловно, героем этого турнира. Я думаю, он выиграл максимальный в своей карьере гонорар. Безусловно. Ну, это хорошо. Смотрите, он, безусловно, побежал сразу звонить своим родителям. Какая же, Лев, какая же удача, всё-таки, что он не был наказан отлучением от этого соревнования. Ну, здесь спасибо его родителям. Спасибо. Уникально. Конечно, это действительно невероятно, и мы понимаем, что это расстроило, безусловно, и Тони Драга, расстроило и всех иностранных игроков. Но, скажу честно, это, безусловно, порадовало, я думаю, и не только организаторов нашего турнира, но и тех, кто очень переживал, кто очень хотел, чтобы этот турнир состоялся по полной программе, в полной мере. Ведь, согласитесь, то, что выиграл этот турнир, в котором принимали участие игроки из 15 стран, выиграл «Россиянин», о чём мы уже говорили, это очень хорошо. Да, я думаю, что это одно из главных свидетельств того, что пул в России есть. И пул в России быть. Да, это действительно невероятно. Я честно скажу, я... Нет, я думаю, спроси любого, попроси дать прогноз хотя бы на финальный матч, я думаю, фамилия Ченахова там бы не фигурировала. Заметьте, и с Тони Драго, и с Тони Драго он разобрался примерно так же, сейчас это уже можно говорить, как разобрался с Андреасом Класовичем, как разобрался... С Шандером Тотом. С Шандером Тотом. С Мариушем Ротером. Так и разобрался с Мариушем Ротером, дав им выиграть 3-4... Ну, посмотрите, какую, в общем-то, связку созвездия иностранных профессионалов собрал Руслан. Ну, молодец, что здесь говорить. Конечно, молодец. Конечно. Вот мы сейчас видим, как раз Алекс Борг спрашивает своего друга, своего сослуживца, скажем так... Своего соотечественника, мальтийца. Ваше прощение, мальтийца. Тони Драго, что ты? Почему, как ты мог забить биток в среднюю лузу? Как так у тебя получилось? Четвертый или третий биток за всю встречу? Это же не бывало. Так не бывает. Но что тут объяснять? Это уже игра, это уже спорт. И мы сейчас, через несколько минут, услышим интервью победителя, интервью Руслана Ченахова, который выиграл, выиграл пул на первом международном турнире на приз Кубка Министра Обороны. Российской Федерации. Ну что, я думаю, мы пожелаем Руслану Ченахову не потерять мотивации в преддверии чемпионата России, который пройдет в середине ноября. Безусловно. И я думаю, что Руслан Ченахов действительно сейчас уже будет достоин выступать и не только на чемпионатах России. Я думаю, сейчас у него появятся и спонсоры какие-то. Надеюсь, даже если какие-то телезрители, которые готовы спонсировать его, обращайтесь, ищите, ищите нас. Мы готовы с вами общаться. Да, да. Мы видим, что спортсмен это очень одаренный, очень талантливый и обладающий большим потенциалом. И здесь, конечно, очень хорошо, очень хорошо, что именно так, именно так закончился вот этот первый финал, первый финал первого международного турнира на Кубок Министра Обороны. Очень хорошо. Вот ребята поздравляют. И с Украины, и откуда бы то ни было, потому что действительно и размер призового фонда, и то, что он его выиграл, это очень хорошо. Все за него безумно рады, и это, я думаю, для него станет очень хорошей основой для движения в будущее. Да, будем на это надеяться и, безусловно, пожелаем ему успеха и дальнейшего роста. Пожелаем еще и телезрителям не уходить далеко от экранов, потому что в 8 часов, ровно в 8 часов, начнется финал Кубка по Пирамиде, в котором принимают участие Евгений Сталев и Александр Кузьмин. Мы благодарим зрителей за внимание. Не отключайтесь. Я думаю, что действительно этот турнир заставил дрифелям, особенно этот финал, огромное удовольствие, потому что все-таки...